Друзья, всем привет! Совсем недавно получил вот такую большую посылку. Это новинка от Flying Beer. 3D принтер Flying Beer Reborn. Сегодня сделаем распаковочку, соберем, ну и конечно же затестим в работе. Кстати, ссылочку на принтер, где я его покупал, оставлю внизу под описанием. Ну а мы продолжаем. Всем приятного просмотра! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Друзья, итак, наконец собрал принтер. По сборке у меня ушло 4-5 часов приблизительно. Собрать не составит никакого труда, тем более на сайте производителя все досконально разжевано, как что собирать. И собрать сможет даже ребенок. Что касается самого принтера, область печати здесь 350 на 310 на 340, ось Y здесь на линейной рельсе, а ось XZ на линейных подшипниках на валах. Здесь установлен Direct Extruder, а основание для печати это стекло-ультрабаза с сеткой перфорации. Принтер со всех сторон смотрится просто шикарно, плюс у него вот такие вот дверцы. Клавиша включения, смотрите, прорезинена. Все, включили. Экран здесь сенсорный. Есть русский язык. Ну и давайте сейчас поставим на печать. Выбираем печать. Выбираем наш файл. Нажимаем печать. Все, прогревается и сейчас начнется печать. Также можно печатать и по Wi-Fi. Время, затраченное до начала печати, приблизительно 4.27-28. Ну, как видим, уже экструдер и стол у нас нагрет. Сейчас начнется печать. Смотрите, друзья, как тихо печатает. Принтера, можно сказать, не слышно. Ну и сейчас немножко напечатает. Покажу, что у нас получится в итоге. Ну вот, прошло приблизительно 33 минуты. Печать идет уже к завершению. Я думаю, многие догадались, что это за штука. Конечно, более глобально я сейчас не стал запускать. Потому что это на очень-на очень долго. Для начала решил просто попробовать сделать что-нибудь такое маленькое, но полезное для мастерской. Ну и вот все. В принципе, закончилась печать. Издается звук. Довольно-таки громкий. Все, печать закончена. 42 минуты печатался. Ну и все, ждем, пока остынет стол. Друзья, ну и вот как выглядят готовые изделия. Как видим, довольно-таки простые, но в то же время будет очень полезные. Я часто работаю на токарном, и бывают случаи, когда нужно найти центр. Вот как раз нам данная приспособа и поможет. Ставим его таким образом и чертим линию. Затем прокручиваем. И снова чертим линию. Все, как видим, нашли центр. Приспособа рабочая. Еще раз повторюсь, до этого у меня была младшая модель. Flyingbird G-HOST 4S. Я на ней тоже множество попечатал различных самоделок. Например, вот такую. Это я увидел у Андрея Шайтера. То есть он приспособление такое сам делал, разрабатывал. Я его напечатал, и очень-очень, конечно, помогает иногда эта приспособа. Также опечатал различные, к примеру, пирамидки. Это когда красишь деревянные изделия. Различные гайки, вот такие барашки. Ну и также, к примеру, делал подставку для сверел. Можно для отверток. Она на подшипниках. Тоже очень классная приспособа. Друзья, а также выявил для себя небольшой минус. Когда мы печатаем с компьютера, нам нужно подключить вот такой кабель. То есть мы его подключаем. Следствие чего дверка не может быть закрыта. Понимаете, приходится либо на флешку скидывать, она вот здесь находится, либо печать через Wi-Fi. Но через Wi-Fi может печать потеряться. То есть не так надежно остается либо флешка, либо провод. И вот как раз когда провод, дверка у нас не закрывается. Удобнее было сделать, чтобы этот выход где-то сбоку был. К примеру, как на G-HOST 4S. Там сбоку находится данный провод. Но здесь удобнее то, что находится флешка спереди. А на предыдущей модели она была сбоку. Друзья, вот такое коротенькое видео получилось. Сделали с вами распаковочку. Собрали, напечатали небольшое приспособление. И в принципе принтером я доволен. Да, о каких-то серьезных плюсах и минусах говорить еще рано. И думаю, где-то через месяц снять дополнительный ролик. И уже там сказать, к примеру, о каких-то минусах. Ну а в ближайшее время планирую сделать какой-то серьезный большой проект на данном принтере. Поэтому следите за каналом. Ну а мы на этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем пока. До новых встреч.